Здравствуйте, друзья! Не успел я окончательно привыкнуть к предыдущей инкарнации Алисы в умном дисплее от Xiaomi, ролик есть на этом канале. Как подоспела новая? Яндекс.Станция Миди, несмотря на габариты и промежуточное название, оказалась по всем статьям лучше большой Яндекс.Станции 2, по крайней мере, лично для меня. Вышедший полтора года назад второй станции, меня больше всего порадовала поддержка Zigbee. Умный дом, базирующийся на этом стандарте, оказался гораздо практичнее. Дело даже не в том, что датчики Zigbee работают без интернета. Они еще и очень бережно расходуют батарею, которой хватает буквально на несколько лет. Когда таких датчиков по квартире стоит с десяток, это просто приятно, а когда по дому их добрая сотня, что, кстати, не предел, получается уже серьезная экономия времени на замене источников питания, ведь найти сдохший датчик бывает не так-то и просто, если их много одинаковых. И все же со второй станции у меня не заладилось. Во-первых, цветомузыка на верхней панели совершенно не заменяла экран на лицевой. Во-вторых, поддержка Zigbee оказалась немножко странной. Я на радостях накупил разных датчиков, и одни вообще не завелись, а другие работали как-то через раз. Вот без шуток. Раз по 20 запускал поиск нового устройства, на 21-й оно находилось, а потом снова терялось. В итоге я выкручил эту станцию вообще, оставив датчики там, где они висели. Полтора года почти они не приносили пользы, кроме одного на кухне, которая имеет собственный экран. И вот забавно, что он не израсходовал за это время даже одного процента батареи. И вот пару недель назад приехала новая Яндекс.Станция Миди. По габаритам, да и по названию, я предполагал, что это такой небольшой апгрейд станции Мини, которая давно и благополучно живет у меня на кухне. Но я не угадал. Первое впечатление от Миди. Нифига себе, какая тяжелая. То есть, она вот маленькая, да, но весит при этом 950 грамм. В 3,5 раза больше, чем Мини. Хотя по высоте они отличаются лишь вдвое. Второе впечатление. Ух ты, вот это ты громкое. При включении стартовый джингл так мощно разнесся по комнате, словно заиграла полноразмерная колонка, а не вот эта вот мелочь. Действительно, внутри относительно небольшого корпуса нашлось место аж трем динамикам. Основной отвечает за басы и нижнюю часть средних частот, а два по бокам за высокие. Суммарная мощность 24 ватта. Для сравнения, у Мини 10 ватт, а у Яндекс.Станции 2 30 ватт. По сбалансированности звука, это вообще сегодня просто лучшая станция из всех. Мини с ее единственным динамиком хороша, ну, для прослушивания подкастов, какой-то фоновой музыки, но и не более того. Макс, несомненно, прекрасно. Там есть мощный сабвуфер, и колонка постоянно об этом напоминает. Станция 2 по басам мало уступает Максу, но из-за отсутствия высокочастотных динамиков упорно сваливается в средние. И там что-то бухтит. А вот на миде все так, как надо. Бас очень даже ощутим. Средние достойные, а высокие четкие, резкие, как положено. И еще звук, несмотря на монофоническое звучание, какой-то очень объемный. И на этой модели музыку можно прямо слушать, а не просто проводить ознакомительное прослушивание. Подозреваю, что в режиме стереопары будет прям совсем хорошо, но, к сожалению, возможности проверить это у меня пока не было. Может быть, будет потом. На лицевой части также нашлось место небольшому дисплейчику из 45 сегментов, где отображаются часы и погода. Также колонка может состроить глазки. Научилась в Маруси. Ну и сверху по контуру сенсорной панели есть подсветка. Она красиво переливается во время воспроизведения контента, а также дает понять, что Алиса тебя слышит. Пожалуй, вот именно в этом виде подсветка вообще полезна в умной колонке. А попытка сделать из нее киллер-фичу в Яндекс.Станции 2, на мой взгляд, не очень-то и задалась. По количеству микрофонов Яндекс.Станция Миди не отличается от Станции 2 их и Мини. Их четыре штуки. Однако чувствительность микрофонов заметно выросла. Даже как Станция играет довольно громко, она различает спокойный человеческий голос. Понимаю, у параноиков это знание вызовет чувство паники, но вот так действительно удобнее. Насколько я понимаю, улучшенное восприятие связано с появлением нового, так называемого, нейронного процессора. Кстати, для параноиков возможность физического отключения микрофонов тоже есть. Она сидит на специальной кнопке, но вы, конечно, в это все равно не поверите. В описании колонки говорится, что данный процессор втрое ускоряет реакцию умного дома на команды при использовании модуля Zigbee. Про скорость я не скажу, пока не замерял. Но вот стабильность работы и совместимость Zigbee явно улучшились. Датчики, которые со Станции 2 находились в контурах, к МИДе подключились моментально и работают без капризов. А выбор их весьма и весьма приличный. У Яндекса есть сейчас брендированные датчики движения, освещение, протечки, открытие дверей и окон, температурный датчик с измерением влажности и давления, ну и, конечно, умная кнопка. Дальнейшее зависит только от вашей фантазии, потому что Zigbee сейчас чего только не делают. Даже умные термостатические колонки и датчики газа. Возможность подключения всякого по Wi-Fi, разумеется, тоже на месте. Но это я так чисто на всякий случай уточняю. И прямо вот архиважно, что теперь команды подключенным устройством обрабатываются локально. Раньше все шло через облако, и в случае отсутствия интернета умный дом превращался в довольно тупенький и лишенный эмпатии. А теперь же никакие проблемы у провайдера не помешают выключить свет. Ну или наоборот, включить. Плюс без отправки по интернету оно действительно получается быстрее. Во сколько раз, не скажу. Питается Яндекс.Станция МИДИ через стандартный разъем USB-C. Энергопотребление незначительное. В режиме ожидания где-то 1,5-1,7 Вт. Под нагрузкой в пределах 4 Вт. Обычно там 3,6-3,7. Это означает, что колонку при необходимости можно запитать от приличного пауэрбанка с поддержкой Power Delivery. И использовать для вывода звука со смартфона или ноутбука на выездных мероприятиях. Еще в МИДИ или уже появилось, или вот-вот появится функция детектор звука голоса. Благодаря ему колонка может проявлять проактивность. То есть не только реагировать на привет Алисы и принимать там... Ну и принимать некие решения, исходя из услышанного. Я приведу примеры, как это видит сам Яндекс. Вот они пишут. Пара заходит утром на кухню и что-то обсуждает. Алиса включает утреннее шоу. Ребенок приходит домой из школы, включает телевизор или говорит по телефону. Алиса отправляет маме пуш, что сын дома. Отличный способ, чтобы дети возненавидели. Искусственный интеллект, кстати. Девушка возвращается домой и говорит коту привет. И Алиса включает расслабляющую музыку и ставит чайник. Поздней ночью дети болтают в детской. Маме приходит пуш, что дети не спят. То есть воспитание детей идет абсолютно правильно. Я немного всплакнул над сценарием про девушку и кота. И обсудил его со своими животными. Собаки выразили недоумение, с какой стати человек должен здороваться первым. Хомяк сказал, что ему пофигу, но чтобы никаких котов. В общем, не все сценарии одинаково универсальны, скажем так. В общем, удачная колонка получилась. С очень достойным звуком. С безупречной поддержкой Zigbee. И, наконец-то, с автономной обработкой команд умного дома. Цена Яндекс.Станции Миди 14 990 рублей 15 тысяч. Это на 3 тысячи дешевле, чем за Яндекс.Станцию 2. И, честно говоря, я бы советовал выбрать именно Миди. Потому что звучит она лучше. Zigbee работает четче. Ну и есть экранчик. В общем, в нынешнем модельном ряде станций есть смысл обращать внимание на Миди с часами. Такой базовый уровень для кухни или веранды. Миди, как универсальный вариант. Ну и для состоятельных парней Макс. Последнюю стоит брать в обновленной модификации, куда тоже заехала поддержка Zigbee. Санкция 2 выходила в непростое время. И думаю, что скоро подвергнется либо замене, либо модернизации. Говорят, Алиса в последнее время стала какой-то более дерзкой. Но удивляться этому не приходится. При таких-то домовладениях дерзость неизбежно в организме становится более ярко выраженной. Все, на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, пригодилось. Я обычно здесь говорю, что у меня есть телеграм-канал и канал на спонсору. Но в этот раз я говорить ничего не буду. Просто зайдите в описание и посмотрите. А можете не заходить и просто в следующий раз посмотреть ролик. Спасибо, друзья. До новых встреч. Слушайте хорошую музыку на хороших источниках. И просто по возможности будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok